Перед нами копеечка серебряная Время управления Ивана Грозного Точнее, если более точно сказать, это монетка реформенная 20 марта 1535 года в России была проведена первая централизованная денежная реформа Это во время управления Елены Глинской, регенча при малолетнем сыне Иване IV, будущий царь Иван Грозный Вот и была проведена такая важная денежная реформа, ставшая первой в истории страны централизованной Из обращения были изъяты все низкопробные и обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки На всей территории России имели право хождение только новые серебряные монеты Которые изготовлялись на государевом монетном дворе Вот по всей стране были введены копейка То, что мы видим Потом деньга Это половина копейки И одна четвертая часть Это полушка Копейка это копейка, деньга это пол копейки и полушка это четверть копейки Копейка получила свое название по изображенному на ней всаднику с копьем в руке Как мы видим, вот там часть лошади и копье наискосок На деньге изображался всадник с саблей Сабельная монетка Там вот видно даже более-менее четко Сабелька есть Это у монетки, которая справа Замахивается всадник А вот полушки чеканились реже Очень трудно я ее доставал Почти невозможно достать Но случилось чудо и вот как бы она у меня есть Именно Ивана Грозного И на ней изображена птица Причем были варианты даже, что у птички ягодки в клюве были Типа вишенки Но вот эта вот настолько она редкая Что мне ее даже близко подступиться не дали на аукционе Поэтому вот что достал, то и достал Ваше рубль в ту пору, как монеты не существовал Он был только единицей для счета, в которую входило 100 копеек Или 200 денег Тому была простая причина Поскольку монеты чеканились с серебра То, чтобы изготовить рубль Пришлось бы отлить огромную монету Весом в 68 граммов серебра Сама же реформа стала значительным шагом К стабилизации и оживлению экономики Руси Кстати, вот самый первый настоящий металлический рубль Был выпущен в царствене Алексея Михайловича Вот через 120 лет После реформы Елены Глинской Вот такая у нас на сегодня тема На этом, пожалуй, все Спасибо за внимание До свидания